Книга «Открытым оком», третий том, тема молитвы, вопрос 1072. Иногда баптисты говорят, почему вы, православные, молитесь молитвами, которые не ваши, а чужие, и такие молитвы не угодны Богу? Что им отвечать? Имеется в виду утреннее и вечернее правило. Отвечает Игнатий Тихонич Ларкин. Мы молимся Богу, а не баптистам, и откуда им знать, угодны наши молитвы Богу или нет? Это они говорят о дерзости ума, тут и объяснять ничего им не надо. Псалфейд 90.15. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Иремия 29.12. И вы зовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. Иоанна 6.37. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не сгоню вон. А баптисты нас прогоняют. Если бы я в Библии нашел такое выражение, обращайтесь ко мне с разрешением от баптистов. Тогда бы я им поверил, с вами разговаривали не настоящие баптисты, а совсем не умные сектанты, проще сказать, оголтелые еретики. Они молятся своими словами и такой иногда плетень сгородят, что только в Захарше скажешь, не введи меня, Господи, во искушение. Заранее составленные молитвы, как и песни, заранее сложенные, более содержательные. Если петь без предварительного написания стихов, то получится, как у казаха песня. Он что видит, о том и поет. Паровоз бежит, черный дым, труба, самолет летит, СССР, Москва. У настоящих баптистов есть сборник духовных песен. И через эти песни они обращаются к Богу с мольбой, что и есть самая настоящая, заранее составленная молитва, по подобию нашим молитвословам. А иначе сказать, это молитвы, которые они поют, но они же заранее составлены. И однако баптисты верят, что Бог их слышит. Нам не запрещено молиться и своими словами, что мы постоянно и делаем. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Исайя 1.15-18 стихе. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. И в домах моих теплой молитвы. И с грустью на образ святой я гляжу. Вокруг меня в комнате тихо, безмолвно. Лампада в углу одиноко горит. И кажется мне, что святая икона мне в очи с укором и строго глядит. И дума за думой на ум мне приходит. И жар непонятный по жилам течет. И сердце от рады ни в чем не находит. И волос от тайного страха встает. И вспомню тогда я тревогу желаний. И жгучие слезы тяжелых утрат. Неверность надежды и горечь страданий. И скрытый под маской глубокий разврат. Всю бедность и суетность нашего века. Все мелочи жалких, ничтожных забот. Все зло в этом мире, всю скорбь человека. И грозную вечность, и с жизнью расчет. И вспомню я крест на Голгофе позорной. Облитого кровью страдальца на нем. При шуме и кликах на смешке народной Понившего тихо покорным челом. И страшно мне станет от этих видений. И сложа невольно тогда я сойду. Склоню перед иконой святою колени. И жаркой молитвой юницку паду. И мнится мне, слышу я шепот невнятный. Что кто-то со мной в полумраке стоит. Быть может, незримо в тот миг благодатный Мой ангел-хранитель молитву творит. И в душу прольется мне светлая радость. И смело на образ тогда я взгляну. И чувствуя в сердце какую-то сладость, На ложе я лягу и крепко засну. 1851 год Никитин Иван Савич 21 сентября 1824 по 16 октября 1861 Богу нашему слава всегда, ныне и пресно, И во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok